Крупная спецоперация КНБ задержал преступников, занимавшихся продажей огнестрельного оружия. Не дошло до адресата. Семья погибшего егеря Ерлана Нургалеева не получила собранных для них денег. Расходы на продукты почти 5 триллионов тенге оставили казахстанцы в магазинах и на базарах за полгода. Крупную спецоперацию провел Комитет национальной безопасности, передает пресс-служба ведомства. Задержаны участники преступной группы, занимавшиеся незаконно реализацией огнестрельного оружия в городах Алматы, Шимкент и Казларда. В ходе следственных действий задокументированы продажи 8 автоматов Калашникова и 2 пистолетов. Указанное оружие изъято. Сообщается, что отдельные лица из числа задержанных являются приверженцами деструктивных религиозных течений. Также они имеют устойчивые связи с представителями так называемого воровского сообщества. При обыске по месту жительства одного из фигурантов обнаружены станок, инструменты для кустарной сборки и переделки оружия. Родственники погибшего егеря от рук браконьеров Ерлана Нургалиева не получили денежную помощь. Напомню, после его смерти в качестве поддержки свою однодневную заработную плату перевели рабочие компании «Уход Зоопром» и сотрудники Министерства сельского хозяйства. Напомню, в январе текущего года Ерлан Нургалиев и его коллега Петр Ницек пострадали от рук браконьеров, которые охотились на сайгу. От полученных травм Нургалиев скончался. Он был награжден посмертно Орденом Борис Третьей степени. Я поднимал вопрос в Министерстве труда и социальной защиты по страхованию. В течение шести лет в Охот Зоопроме каждый год по миллиону бы и более оплачивали за его страхование. При этом, когда Ерлан погиб, ему ничего не оказывается не положено, потому что у него нет на извине никого. Я разговаривал с представителем этой организации, страховой компании. Он объясняет, что эти средства, которые выходят, уходят на оплату другим людям, которые пострадали. Между тем, инспектор Каныш Нуртазинов, также погибший от рук браконьеров, награжден Орденом Айбын первой степени. Как сообщает пресс-служба Аккорде, соответствующий указ подписал глава государства Касым Жамар Токаев. Кроме того, Орденом Айбын второй степени Токаев поручил наградить второго пострадавшего егеря Самата Успанова. Также президент на своей странице в Твиттер написал, что имя Каныша Нуртазинова будет увековечено. В Казахстане приняты новые правила реализации и использования газа для объектов МСБ. Согласно им, отменена стопроцентная предоплата, а также исключены штрафы за недобор и перебор объемов голубого топлива. Проблема состояла в том, что ранее его поставка осуществлялась по полноценной авансовой оплате. Причем из-за отсутствия предоплаты потребителям начислялось пение, а неравномерное использование газа разрешалось только бытовым потребителям. Бизнесмены же платили штрафы на недобор и перебор объемов газа. Этот вопрос неоднократно поднимался палатой предпринимателя Томикен. По итогам проведенной работы НПП соответствующие поправки были внесены в приказ Министерства энергетики Казахстана. И к другим новостям. Переход на обновленную систему обучения в школах не должен проходить форсированными темпами. Об этом предупреждают отечественные педагоги. По словам работников образования, профильное министерство может столкнуться с целым рядом проблем при переходе на новую модель обучения школьников. Эксперты считают, что столь глобальные изменения невозможно осуществить в течение заявленных четырех лет. Об этом же свидетельствует и мировая практика. Уже сейчас инициатива Министерства образования и науки вызывает массу возмущений, как со стороны родителей, так и со стороны самих педагогов. Как уже сообщалось, со следующего года все школы страны должны перейти на новый формат обучения, который предусматривает смещение акцента с традиционной системой обучения функциональной грамотности. Задача обновленного образования – научить школьников применением полученных знаний на практике. Для того, чтобы всю материально-техническую базу подготовить, всю учебно-методическую пособие подготовить и постепенно, через адаптивность, скажем так, к этому процессу войти, нам нужно время. И действительно, четыре года для этого очень малый срок, потому что это пойдет сейчас стихийно, быстрыми темпами, без осознанности, что происходит и как происходит, скажем так, учителями, может быть, управленцами школы, родителями, детьми. И это будет большой достаточно стресс. И не то, что будет, этот стресс происходит сейчас, очень много вопросов. Программа «Дорога в школу» Сколько детей уже получили помощь? Дело в том, что «Дорога в школу» проводится уже 12-й год, и в этом году формат изменен. Ну, наверное, в силу того, что все-таки цифровой век, и Министерство общественного, Министерство образования вышло к нам с предложением о том, чтобы провести совместно вот такое мероприятие и изменить сам формат. Теперь это можно больше оцифрованное, да, можно увидеть на нашем сайте «Атомикенум.Киезет», «Дорога в школу» есть модуль. Вы буквально регистрируетесь там, там регистрация системы, она облегченная, вносите фамилии, имя, отчество, данные, иин, ребенка, и буквально сразу смотрите в вашу же электронную очередь. Это то, что как подается заявка и как это формируется. В плане помощи, буквально вчера мы через СМИ официально дали старт. Я хочу сказать, что в пример другим, что первым начал сам министр образования, господин Айгамамбетов, он закинул 50 тысяч тенгей. Если вы зайдете на «Атомикенум.Киезет», там в принципе все поступления сразу отображаются. И за ним последовал вице-министр, госпожа Сылова, она тоже закинула свою лепту. Сделал призыв через социальные сети о том, что призывается и управление образованием, всех, кто в системе образования работает. Я думаю, что это правильно, потому что прежде чем призывать всех, нужно показать свой пример. И, конечно же, за тобой уже последуют и другие. На сегодня пока помощь еще конкретной не оказана. Почему? Потому что сейчас идет формирование самой очереди. Они, конечно, будут эти данные верифицироваться, подтверждаться с данными министерства образования, имеющихся по их спискам, по всем. Если вдруг в этих списках будет несовпадание, то этот момент будет рассмотрен отдельно. То есть есть некоторая рабочая группа, которая создана сотрудниками министерства, и каждый случай будет точечно рассматриваться. А вот в перечень направленных на помощь услуг входит обеспечение только школьной формой или всем необходимым для комфортного обучения. В данный момент формируется несколько вариантов. Дело в том, что здесь все-таки средства будут собраны посредством благотворителей. Поэтому прогноз сказать, что будет собрана такая сумма или нет, мы пока дать не можем. Это будет зависеть от того, как наши граждане будут проявлять свою ответственность к детям, которые хотят учиться, но возможностей нет, допустим, в школу пойти. Но мы предлагаем, что это будут какие-то определенные пакеты. Если вдруг у вас есть уже школьная форма, но возможно вам нужна спортивная форма, это будет другой пакет. Если у вас есть форма, но нужна необходимая обувь, допустим, это может быть третий пакет. Или четвертый, если у вас все есть, но вам необходим буквально ранец и канцелярские товары. Также, конечно, мы призываем всех предпринимателей товаров, работы и услуг поставщиков именно в данной отрасли. Почему? Потому что есть у нас уже предприниматели из легкой промышленности, с ассоциацией, которые аккредитованы при системе НПП «Томикен». Вот они нам, допустим, предоставляют определенную скидку, хорошее качество, понимая, что детки целый день находятся в этой форме, и они должны чувствовать себя более-менее комфортно. И, конечно же, мы понимаем, что ранее, как говорит министерство, были разные случаи. Есть родители, которые никогда не получали помощь или не знали, как ее получить. Есть родители, которые, воспользовавшись ситуацией, два-три раза помощь получали. Есть, которые недовольны были качеством. То есть, вот чтобы все это было, весь бизнес-процесс был прозрачным, понятным, была какая-то обратная связь, вот, и все было сразу отреагировано на те случаи, которые не выявлены и почему-то в списках нет. На все это мы являемся техническими партнерами общественного объединения Минэна Томикина. Уже эта платформа начала свою работу в пилотном режиме. В принципе, я думаю, что она уже масштабный запуск свой возьмет в ближайшее время. Благодарим вас за беседу, Лизата. Мы продолжаем наш выпуск. Порядка пяти триллионов тенге потратили казахстанцы на продовольственные продукты за прошедшие полгода. По сравнению с прошлым годом, этот показатель увеличился почти на 6%. Доля непродовольственных товаров превысила 3 триллиона тенге. На товары розничной торговли не поскупились жители Алматы, потратившие более полутора триллиона тенге. Также в тройку лидеров вошли Нур-Султан и Восточно-Казахстанской области. Замыкают рейтинг Аргандинской и Актюбинской области. И к событиям в мире в центральной части Греции бушуют лесные пожары. А именно в 70 километрах от Афин. На данный момент спасатели эвакуируют жителей из домов и вывозят в безопасное место. Данные о пострадавших пока не поступали. Пожар возник из-за повышенной температуры. В ликвидации ЧП приняли участие свыше 170 работников пожарной службы. Также задействованы десятки самолетов и вертолетов. Напомним, в прошлом году неподалеку от Афин за несколько часов разбушевались лесные пожары. Тогда жертвами стали свыше 100 человек. Израиль начнет экспортировать газ в Египет в течение ближайших четырех месяцев. Компании двух государств подписали соответствующее соглашение в начале прошлого года. Сумма которого составляет 15 миллиардов долларов. Сделка считается крупнейшей в истории газовой отрасли Израиля. Предполагается, что голубое топливо будет поступать с израильских месторождений Тамар и Левиафан в египетскую газовую сеть. К 2020 году его объем может составить 7 миллиардов кубических метров. Мы начнем производить природный газ в ноябре. Планируем поставлять голубое топливо как на внутренний рынок, так и на внешний. Будем экспортировать в Юрданию и Египет, а позже в страны Европы. Власти Мексики могут увеличить число военнослужащих на границе США. Такое предложение озвучил президент США Дональд Трамп. Цель – снизить поток нелегальных беженцев. При этом Мехико ранее направило к границам тысячи своих бойцов. Это помогло за месяц уменьшить число прибывающих иммигрантов на 30%. В основном среди них граждане Гватемалы, Сальвадора и Гондураса. Мексика также выигрыш от снижения числа беженцев, которые нелегально переходили границы в течение нескольких лет. По словам президента Мексики, на границе сейчас находятся свыше 20 тысяч солдат этой страны. Возможно, их число увеличат. Авиаконцерн «Боинг» объявил о крупнейших квартальных убытках в истории. По итогам первого полугодия показатель составил почти 3 миллиарда долларов. Основная причина ухудшения финансового положения – запрет на полеты самолетов «Боинг-737 Макс». К слову, ранее эти серии считались самыми продаваемыми в корпорации. В случае ухудшения кризиса руководство рассмотрит сокращение выпуска данных лайнеров. Напомню, кризис вокруг «Боинг-737 Макс» возник после двух катастроф в Индонезии и Эфиопии. Жертвами стали сотни человек. Предварительные причины трагедии названы сбои программного обеспечения. Власти Северной Кореи снова выпустили ракеты. Как отреагировали на это в Вашингтоне, который пытается возобновить переговоры с Пхеньяном по ядерному разоружению, подробнее узнаем в обзоре аналитиков «Блумберг». Северная Корея выпустила в море, по крайней мере, две неопознанные ракеты малой дальности. Об этом сообщили в Минобороне Южной Кореи. Их запуск произвели на юго-востоке страны, неподалеку от города Вон Сан. К слову, именно там ранее проводили испытания ракет. В целом они пролетели примерно до 430 километров. Это произошло спустя несколько часов после вылета советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона из Сеула. Предполагается, торпеды имели радиус действия, близкий к баллистическим ракетам малого радиуса действия, выпущенном КНДР в начале мая. Между тем, в Белом доме сообщили, что они уведомлены о запуске, однако от комментариев пока воздержались. Тем не менее, недавние испытания, похоже, пока не нарушили обещания северокорейского лидера. Речь идет о прекращении испытаний межконтинентальных баллистических ракет, которые могут поразить территорию США. Руководство КНДР обещало воздержаться от их испытаний в 2017 году. Напомним, Дональд Трамп и Ким Чан Ын встретились в демилитаризованной зоне 30 июня. С тех пор стороны пока не запланировали переговоры касательно ядерного разоружения корейского полуострова.